Десятки спортсменов со всей России и СНГ съехались в Петербург на открытие сезона смешанных единоборств ММА. Посетила мероприятие наш корреспондент Алексей Черняев. Сегодня в Петербурге происходит открытие сезона боев смешанных единоборств. Ролики подготовки спортсменов на ютубе собрали более 10 миллионов просмотров, что, конечно, говорит о масштабе. Прямо сейчас мы вышли на сцену, откуда лучше всего видно, как спортсмены сражаются между собой. Это мероприятие собрало много и других различных звезд шоу-бизнеса и спорта. Это и Вячеслав Малафеев, и Монсон, и самый сильный человек планеты Кокляев. Стоя впервые перед рингом, где накал страстей и борьбы зашкаливает, Желание участвовать, однако, у меня не возникает. Ведь одно дело получить по лицу на тренировке, а другое на ринге. Чтобы узнать все тонкости подготовки к боям ММА, и, собственно, в чем отличие ММА от какого-то моноспорта, например, бокса или дзюдо, мы пройдем в одну из раздевалок, где спортсмены готовятся к боям, и пообщаемся с одним из тренеров. С моей точки зрения, ММА, то есть Мейкшот Мартиал Артс, смешанные боевые искусства, это как раз скомплектовано все, что можно собрать из единоборств. Здесь ударная техника, здесь есть ноги, здесь есть борьба, переводы в паунд, граутед паунд, то есть партер, и, соответственно, в партере работа. То есть это сейчас симбиоз всех искусств, это, я считаю, вершина боевых искусств. А кому проще из моноспорта, или все-таки, когда человек приходит и с нынья начинает учиться в боях? Все зависит от того, в каком возрасте ты приходишь. Если ты был, скажем так, уже определенной звездой в своем виде спорта, тебе, конечно, проще перейти в смешанное единоборство, потому что у тебя есть база, от которой ты будешь отталкиваться. Если же это ребенок, который впитывает как губка, соответственно, я считаю, что нужно начинать уже с единого, с ММА, то есть мальчика. Ну, а возраста какие ему? У нас по закону, опять же, с 12 лет. Верхняя планка есть, я знаю, опять же, возьмем, давайте мы легенду Дэна Хендерсона, ему 46 лет, он еще выступает. Вел турнир сильнейший человек планеты Михаил Кокляев. Его поклонником, кстати, является сам Арнольд Шварценеггер. Михаил рассказал, какими качествами необходимо обладать, чтобы стать чемпионом. Абсолютно все физические качества человека, гибкость, выносливость, сила, характер, воля, все важно. Побеждает тот, который обладает всеми этими качествами. А какой спортсмен у вас все-таки имеет преимущество, кто лучше знает технику и разные стили, или все-таки, который... Конечно, тот, у которого школа насыщеннее. Я пошел объявлять чемпиона. Спасибо. Чемпионов оказалось ровно 15. Именно столько пар спортсменов участвовало в соревновании. Тому из них, кого ушел награждать Михаил Кокляев, повезло больше других. Полина, ты выдержи меня? Трех лучших спортсменов наградил бойцовским поясом легенда джиу-джитсу и смешанных единоборств Джефф Монсон. Досакон отозвался и об уровне спортсменов этого турнира. Уровень спортсменов, молодых бойцов, год от года становится все выше. Мы можем обнаружить у них немного джиу-джитсу, немного других стилей. Многие парни используют захваты, и это здорово смотрится. К тому же все участники в отличном физическом состоянии, они сильны. На высоком уровне и техническая сторона. Впрочем, вы сами все видели сегодня ночью. Участниками соревнований были в основном молодые ребята, которые либо начинают путь в большом спорте, либо только-только добились своих первых, значимых побед на международном уровне. Джефф Монсон пожелал бойцам не останавливаться на достигнутом. Ты можешь проиграть, ты можешь и выиграть. И когда понимаешь, что проигрываешь, но продолжаешь драться, это и есть настоящий талант. Продолжайте заниматься МММой, одним из мировых видов спорта. Добивайтесь и отстаивайте свои чемпионские титры. И когда у тебя что-то не получается, все решай тренировками и исправляй тяжелую работу. Алексей Черняев и Станислав Семин. Live 78.